Вероятность того, что путь расположен не ниже оси абсцис. Чему она равна? b это первое слово, правоверите, вероятность. Пут военное, у нас было такое обозначение, дальше я рисую такой путь, он не обязательно закончится на вот этом вот уровне, он может закончиться и выше. То есть больше или равно нуля, это означает раз, два, три, четыре, например, вот так. Вот такой путь меня на самом деле тоже абсолютно устраивает. И дальше надо сказать следующее, что когда у меня есть такие пути, смотрите, вот это вот от единицы до 2n плюс 1. И в такой вот системе координат, у которой начало здесь, этот путь неотрицательный. Значит, если я добавлю сюда вот начало, то путь будет положительный. Значит, я пишу y1 больше нуля, вот уже в этой системе координат, вот это будет уже не нулевая точка, а y1. Вот эта высота будет y2, она больше нуля, и так далее. y2n плюс 1 будет у нас тоже обязательно больше нуля. Просто мы единицу прибавили ко всем y. Раньше к нас были такие, y нулевое сравнялось с нулю, y первое было больше не равно, y второе было больше не равно, и так далее, и так далее. y2n было больше не равно. Мы, как всем этим числам, прибавили по единице, соответственно, сдвинули азумерацию, вот это как новые такие, да, вот в новой системе координат, они все должны быть числоположительные. Отлично. А теперь вспоминаем, что вообще-то задачу о том, что у нас имеется положительный маршрут, мы решаем. Давайте здесь не напишем y2n плюс 1, а напишем еще и то, что y2n плюс 1 штрих больше нуля. И посмотрим только на первые 2n неравенств. Нас интересует путь, для которого y1 штрих, y2 штрих и y2n штрих больше нуля. Мы эту задачу решали и получали замечательный ответ. Вероятность того, что амира больше нуля, равнялась у нас в 2n баланс. Замечательно. Что это означает в нашем случае? А вот что означает. Количество путей, удовлетворяющих таким неравенством, это есть 2n баланс, умножить на 2 в степени 2n. По-моему, это понятно. Правда? Потому что если вероятность равна вот этому, то количество таких путей равно вот этому. Замечательно. А теперь смотрите, какая история. Я не зря ввел вот это вот, потому что когда y2n у вас больше нуля, и y2n4 больше нуля, то оно четное и больше нуля. Это значит, что мы имеем дело с какой-то вот такой точкой. И дальше не имеет значения, куда идти, сюда или сюда. Вот когда у нас условие такое, и нас интересуют только такие пти, определенные вот на этом узке, то их количество вот такое. Но последний шаг мы делаем либо вверх, либо вниз. Значит, надо еще умножить на 2. И получается, что количество таких путей это есть у2n умножить на 2 в степени 2n. Ну, а соответственно, вероятность отношения к числу 2 в степени 2n это у2n.